У нас сегодня праздник, друзья. Денис Руденко, конечно, расскажет про сладкие и полусладкие вина, чего он раньше никогда не делал. Ну, наверное, больше не про сладкие и полусладкие, сколько про крепленые, потому что про разные крепленые вина просили очень много рассказать. Крепленые вина в мире производятся очень давно. Вообще говоря, исторически это самый старый тип производимого вина. В любом месте мира, в Чили, в Аргентине, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, в Крыму, везде, где зарождалось виноделие, первые несколько сотен лет, начиная с того момента, как люди только первый раз высаживали виноград, первые сотни лет высаживали виноград и делали только крепленые вина, особенно в старые времена, когда с холодильниками, вы помните, были проблемы. На холодильник, чтобы купить там в 18-м веке, надо было записываться, ходить, отмечаться, там печать в руке ставить и все равно ничего нельзя было купить. В холодильниках вообще не было как таковых, поэтому люди делали в основном крепленые вины. Крепленые вины были самыми популярными. К настоящему времени популярность их сильно-сильно упала. Например, смотрите, в Калифорнии только в 1968 году производство сухих вин сравнялось с производством крепленых, стало 50 на 50. До этого крепленых было гораздо больше. Та же самая история в Австралии. Сейчас в Калифорнии производится только 3% крепленых вин, все остальное это сухие вина. В Австралии почти 6% производится крепленые вина, все остальное сухие вина. Какие вообще бывают крепленые вина? Давайте о них поговорим. Давайте о них поговорим на примере крымских вин. Потому что в Крыму, это Крым удивительный регион, который производит самое большое разнообразие вообще всевозможных крепленых вин, так уж повелось традиционно. И какие у нас здесь вины есть? Давайте смотреть. Начинаем мы с самого, наверное, известного вина. Это типология вина, которая называется портвейн. Портвейн – это вино, которое делается из ягод, которые собираются, раздавливаются. И в них начинается в раздавленных, но не отпрессованных ягодах алкогольное выражение. Оно идет, 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 пока уровень сахара не снизится с 220 граммов сахара, который есть, до определенного уровня. И вот этот уровень в крымских портвейнах и в португальских портвейнах, о которых мы поговорим с вами отдельно и чуть позже, он разный. В крымских портвейнах принято останавливать выражение, когда упадет сахар до 60 в некоторых случаях, а в некоторых случаях до 80-100 граммов на литр. И базовые портвейны, так называемые сухие, вот сухой белый, сухой розовый и сухой красный алушта – это портвейны с минимальным количеством сахара, всего 60 граммов сахара на литр остается. Для крепленных вин такой уровень сахара считается уже как будто бы сухие вина. Есть портвейны, где останавливается брожение на 110-120 граммов сахара. Как оно останавливается? В это бродящее вино его сливают целиком полностью, отжимают шкурки, отжимают мякоть, чтобы вино не застаивалось. И в получившееся еще бродящее, еще сладкое вино доливают дополнительно небольшое количество алкоголя, небольшое количество спирта. И вот здесь тоже есть вторая большая разница между крымскими крепленными винами и крепленными винами другого других стран, из других стран света, из Португалии в частности, из Испании. Дело в том, что в мире, в Испании, в Португалии, в других странах принято использовать только продукт перегонки винограда, вина или выжимок, так называемый виноградный спирт. На территории бывшего советского пространства России, Украине, Молдавии, Казахстане и всех других странах было принято использовать любой электрификат пищевой, какого бы он ни был сырья. Да, это может быть зерновой электрификат, это может быть картофельный электрификат, но это был спирт высшей очистки из пищевого сырья. И это вторая большая принципиальная разница. Собственно, портвейны, которые мы здесь видим, относятся к числу ординарных, самых базовых. Это не коллекционные портвейны, это не портвейны с большой выдержкой. Ну и такие простые, достаточно аккуратные вина, чуть-чуть брутальные, в принципе, считаются больше коктейльными вариантами, когда вы можете их смешивать с другими ингредиентами и готовить всякие разные коктейли. Так, а ты какие рекомендуешь из них? Вот все три здесь, это один и тот же самый уровень, это портвейн, алушта, просто разных цветов, белый, розовый и красный, сделанный из разных сортов. Это все самый базовый, ординарный вариант. Если говорить о том, что бы я рекомендовал, существуют гораздо более высокие, это портвейны и левадия и южнобережный, если мне память не изменяет, те, которые относятся уже к категории марочных, на которых проставлен год урожая. И этот год урожая имеет там возраст 7, 8, 10 лет. Вот такие вины я бы рекомендовал. Это все-таки больше коктейльный вариант. Кроме портвейнов существует еще один тип крепленого вина, это Мадера. Мадера это очень интересное вино, мы с вами уже говорили о крымской Мадере. Мы с вами о ней говорили, когда мы с вами встречались, если мне не изменяет память, в пятерочке. Надо ценник подвинуть, там же не 99 рублей. Там не 99 рублей, ценник мы сейчас чуть-чуть подвинем, покажем, 499 рублей. Так вот, Мадера это вино, которое проходит очень интересный процесс. Сначала мы получаем чистое виноградное сусло. Берем виноград, отжимаем его, и виноградное сусло начинает бродить. Оно бродит, бродит, бродит. Уровень сахара опускается до определенного уровня. В зависимости от того, что мы хотим. Бывает Мадера сладкая, бывает Мадера сухая. Вот здесь Мадера сухая, всего 40 граммов сахара осталось в ней. И в этот момент мы точно так, как в портвейн, вносим спирт. Но вот тут начинается большое второе отличие. Первое отличие, это то, что Мадера бродила без шкурок у нас, портвейн со шкурками. А второе отличие, что мы начинаем это уже укрепленное вино нагревать до температуры выше 50 градусов. И при такой температуре долго выдерживаем нагретом состоянии. Делается это традиционно в больших бочках, которые выставляются прямо на улицу, на солнце. Они нагреваются до 40-50 градусов под этим солнцем. Их специально иногда покрывают даже такой черной краской, не краской, красят. Чтобы они впитывали больше солнца и становились горячими. И через несколько месяцев, иногда от полугода до года, до нескольких лет, в вине происходит процесс превращения ароматических вкусовых веществ в такие немножечко ореховые, немножечко смолистые, немножечко такие карамельные тона. Это то, чем словно Мадера. И это на самом деле очень хороший вариант. Мадера крыльская урожая 2012 года за 500 рублей. Это великолепный вариант. Есть достаточно редкий тип напитков. Крепленные вина из сортов мускат белый, мускат желтый, мускат розовый. И вот этот вот тип напитков, он немного популярен во Франции, и немного популярен в Португалии. Мускатель де Ситубаль и Малага. Это регионы, соответственно, в Португалии и в Испании, которые делают похожие напитки. Но в Крыму исторически их делают очень много. Самое, наверное, известное вино, которое производит Массандра, это мускат белый и красного камня. У нас муската белого и красного камня здесь в ассортименте нет, но у нас есть мускат белый и южнобережный, который тоже производится из мускатных сортов Санаграда. Вот той же самой абсолютной технологии. Это берется белый мускат, подбраживается, очень немного подбраживается, потому что уровень сахара здесь огромный. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда вот на этикетку. Уровень сахара 200 граммов на литр. Это огромный уровень сахара. Это гиперсладкое ликерное вино. Это вино, которым прекрасно поливать пломбир, который станет ароматным, просто душистым. Это такой великолепнейший топпинг, когда вы, если вы любите десерты... Какой ценник от него, извини? Ценник вот этот вот 549 рублей. Мускат Массандра южнобережная. А, все. Вот он. Соответственно, такое очень яркое, очень ароматное, очень душистое вино. Сравнительно редкое. Опять же, Испания, Фортугалия, Крым. Это почти, ну, там, немного еще делают в Греции, на островах, немного делают на Кипре. Но это все-таки очень нишевая. Так, а вот этот подешевле? А это уже полусладкое. Это уже некрепленные вина. И мускаты Сапирави. Они хоть и произведены Массандрой, но это обычные вина без добавления спирта, которые получаются собственным набраживанием. Они, в принципе, неплохие вина. И к ним особо больших претензий нет. Если вы любитель полусладку, то их можно брать не что-то выдающееся, но и не совсем какой-то кошмар, кошмар, кошмар. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, про Когор. Я его очень люблю, но просто сейчас такое количество фальсификатов, такое количество дряни, какой-то геленджик. Ну, на самом деле, конечно, не совсем фальсификаты, а, скажем так, плохо сделанных Когор. Плохо сделанных, да, да. Потому что фальсификатов, так как с вами, уже нету сейчас. Вот. А плохо сделанные Когоры есть. Когор – это еще один тип крепленного вина, который существует только в Советском Союзе и, наверное, просто, ну, скажем так, в странах бывшего Советского Союза. Кстати, Молдавия сейчас отказалась от слова Когор, потому что это слово заимствовано из французского языка, из названия одного региона, который находится на юг-западе Франции. Он называется Каор, и поэтому не совсем корректно использовать, как кажется уже в Молдавии, они стремятся в Евросоюз, и они называют этот тип вина теперь словом Пастараль. А интерес, покупатель как догадаетесь, что Пастараль – это Когор? Из нашего ролика? В Молдавии все ругаются, что как же мы можем догадаться, но тем не менее, из нашего ролика вы будете знать, что если вы в Молдавии видите бутылку с надписью «Пастараль», то это Когор. Так вот, что такое Когор? Это все как будто бы мы делаем тот же самый портвейн. Мы берем виноград, разминаем его, раздавливаем, и он начинает бродить. Но чтобы получился Когор, мы делаем очень хитрую вещь. Мы вот эти раздавленные ягоды нагреваем до 70 градусов по Цельсию, 70-75, и выдерживаем несколько суток при такой температуре, еще до начала брожения. Мы фактически подвариваем виноград со шкурками. После чего мы все это отпрессовываем, сбраживаем, добавляем спирт, и получается очень интересная вещь. Вот этот процесс термовинификации, процесс нагрева, он сразу, без всякой бочки, без ничего придает вину. Тона шоколада, тона чернослива, тона такой вяленой вишни. Как знаете, когда бывает такая мягкая, на лотке покупаешь, такая вроде она сушеная, а вроде не совсем. И вот это все получается прямо за счет терминфикации. И Когор АСРС, это один из неплохих очень Когоров, такой достаточно плотный, достаточно насыщенный. Абсолютно, если вы любитель этого стиля, то пожалуйста, с огромным удовольствием, я могу вам это дело рекомендовать. Слушай, то, что ты описал, вот этот процесс 70 градусов, долго, это очень похоже на процесс приготовления варенья или сиропа. Значит ли это, да, что если я возьму варенье, добавлю туда спирт, что там еще надо сделать? Нет, не значит. Не значит. По одной простой причине, в этом вине у нас идет сначала брожение, а потом укрепление. Вот это вот даже не очень большое брожение, когда мы сбраживаем всего 60 граммов сахара, от сахара здесь 160 граммов на литр, но 60 граммов с 220, с 240, там 60-80 граммов сахара мы сбродили, вот это очень сильно меняет ароматику вина, настолько сильно, что там появляется куча эфиров, куча альдегидов, куча кетонов, то, чего никогда не получится, если вы возьмете просто варенье и разверете его там чем угодно, не разводи. Поэтому нет, конечно, это совсем другой процесс. Так, и скажи, пожалуйста, про коктейли. Ты несколько раз говорил, что Когоры используются в коктейлях, а в каких-то... Ну, не столько Когоры, сколько портвейны, существует огромное количество коктейлей. Возьмите в любой справочник фармена, там добрые четверть коктейлей содержат в себе, там, в качестве одного из ингредиентов, либо портвейн, либо модеру, либо херрис. И этих коктейлей огромнейшее количество, и все эти преселеные вина, они очень часто используются именно как компонент коктейля. Можно месить и с тониками, можно месить и с какими-то фруктовыми основами, компонентами, с фруктами, с молочными вещами. И что тут они делают с этим делом? Спасибо. Давай, наверное, перейдем тогда к каким-то? Португальским? Португальским. Мы продолжим в португальские портвейны. Которые почему-то стоят под вывеской Испании, да? Ну, потому что отдельной полки португальских вин нету, но тем не менее у нас здесь с вами стоит целая линейка португальских портвейнов, о которых мы с вами тоже сейчас будем говорить и будем с ними знакомиться. Начнем мы с самого-самого базового. Белый, сладкий. Ну, и соседний тоже Мессиаш и Праймс. Они оба белых сладких. Белый и сладкий портвейн это довольно редкая категория в Португалии. Дело в том, что вообще португальцы гораздо больше любят и выращивают красных сортов, чем белых. Но тем не менее белые портвейны иногда некоторыми домами производятся очень хорошо. Они имеют очень огромное количество всяких сухофруктов в аромате. Там, цукатов, ананаса, персиков, абрикосов, груши. И, в принципе, очень приятные вина. Они все суши. Они содержат меньше сахара, чем российские. Чай, на самом деле, редко пишут, но в среднем около 90 граммов сахара на литр содержат в основном португальские портвейны. 90-95, иногда 100. Тем не менее, очень интересные, очень красивые напитки, хотя и относятся к категории базовых. Дальше у нас идет то, что называется Special Reserve. Мы встречаемся с винодельником Когбернс. Это одна из таких старых, очень уважаемых винодельников Дорени Викидору, которая возникла еще при Маркизе де Помбале, то есть, когда британцы плавали сюда покупать портвейн. И портвейн бывает двух видов португальских. Если говорить совсем грубо, то он делится на две принципиально разных категории. Портвейны Руби и портвейны Тони. Портвейны Красные и Портвейны Рыжие. Портвейны Красные выдерживаются без доступа воздуха, Портвейны Рыжие выдерживаются с доступом воздуха, и у них сильно очень меняется ароматика. Если Портвейны Красные это такие в основном всякие черные ягоды, это черная смородина, это черника, это жимолость, это голубика, то Портвейны Тони Это всевозможные сухофрукты, это курага, это мед, это всевозможные орехи, это всевозможные сладкие вещи, это мягкая карамель. И вот если на бутылке отсутствует надпись «Руби» или «Тони», то это всегда строго «Руби». Потому что «Руби» надпись необязательная. Вот «Тони» будет всегда написано «Тони Порт». Вот если надписи «Ни Руби», «Ни Тони» нет, то это всегда «Руби». И что такое спешил резерв? Бывают вины совсем ординарные, вот самая массовая базовая линейка, такая совсем простая-простая-простая. А бывает, когда год хороший, или виноградники какие-то чуть-чуть лучше, чем совсем базовый уровень. Тогда делается то, что маркируется резерв или спешил резерв. Это тоже не очень высокая линейка, но если базовые, то что мы с вами видели, белые и такие же красные, это снова, так же как в случае с крымскими винами, у нас с вами в основном коктейльный вариант, или кулинарный, а портвейн очень часто используется в кулинарии для выпечки, для пропиток, для всевозможных кексов, там и прочего-прочего-прочего-прочего. То вот спешил резерв – это то, что уже, в принципе, рекомендуется пить так. Это молодые вина, очень интенсивные, очень яркие, очень ягодные, очень мощные. 20 градусов алкогольной крепости, крепче, чем крымские. Крымские – 16 традиционно, португальские традиционно – 20, но очень интенсивные и очень ягодно-насыщенные. На этом, однако, дело не заканчивается с портвейнами. В портвейне существует, как я говорил, уже целая линейка, и существуют специальные портвейны, которые делаются в удачных, в удачные годы, в удачных условиях, прямо когда все идеально и все замечательно. И вот у нас с вами стоит бутылка вина, которая называется Late Bottled Vintage – поздно бутилированный винтаж. Вино урожая 2012 года. На нем тоже не написано, как вы видите, ни руби, ни тони. Это автоматом означает, что он относится к категории руби. Ничего другого быть не может. И, соответственно, это вино, которое было выдержано с минимальным доступом воздуха, выдержано минимум 3 года в ямкостях. Обычно это большие-большие бочки, которые полностью удаливают и выдерживают полностью удалитыми. И Late Bottled Vintage делается в самые лучшие годы с виноградников второго эшелона. С виноградников первого эшелона делается просто винтаж. Вот если первые два слова убрать и оставить только слово винтаж, то это будет вино, сделанное с лучших виноградников в лучшие годы. Просто если бы был Кокбернс Винтаж, это вот топ из топов. Выше этого не бывает. Late Bottled Vintage, поздно путилированный винтаж – это тоже хорошие годы. Но что-то называется не категории А+, а категории А или даже А-. Ну и виноградники, соответственно, тоже не категории А+, а категории А и А-. Надо сказать, что категорий в Португалии существует очень много, вплоть до, по-моему, Ж категории. Ну, виноградник категории Ж – это такое уж совсем Ж. Вот. Так вот, поздно путилированный винтаж делается с лучших виноградников. Очень мощные портвейны, которые, как ни странно, годятся даже для некоторой выдержки. 5-7 лет такое вино прекрасно выдерживается в условиях квартиры. Два самых топовых вина – это портвейны категории Тони, о чем нам гласит этикетка. Это портвейны Рыжие, это портвейны, которые выдерживаются с доступом воздуха. И 10-20 лет на них написано. Но вот тут есть важный момент, в котором содержится некоторая категория лукавства. Существует огромное количество информации по поводу того, что значат эти цифры 10-20 лет. Это самое молодое вино, которое входит в состав купажа этих вин. Или это средний возраст выдержки. На самом деле и то, и другое неправильно. Несколько десятков лет назад, когда создавался устав зоны портвейнов, официально выписывался на бумагу, было решено, что вот эти цифры 10-20-30-40 лет, которые обозначаются на бутылке, будут означать не конкретные сроки выдержки вина в бочках, а тот стиль, вкус и аромат вина, на что похоже это вино. Вот это вот вино похоже на то, что его выдерживали 10 лет. Стилистически. Тут могут быть вина существенно моложе, тут могут быть вина существенно старше, чем 10-летние выдержки. Но общий характеристический профиль, общий стиль вина тянет на 10 лет. Слушай, мне это людей напоминает. Знаешь, вот иногда в том же интернете кого-нибудь читаешь, да, если там лица нет, то ты такой думаешь, надо же, какой мудрый человек, да, там, наверное, уже прожил долгую жизнь, потом смотришь чуваку 17 лет. 17 лет, да. И наоборот, читаешь какого-то идиота просто полного, да, который вот иногда в комменты приходит, какой-то полный бред пишет, да, потом смотришь профиль, да, мужику за 60, понимаешь, вот. И я думаю, что вот как раз эта история с твоими портвейнами. Это самая история, и портвейны Тони 10 и 20, это портвейны, которые имеют стилистику, про которую дегустационная комиссия Института Виннию Ду Порту, вот здесь вот видите ярмычок на каждой бутылке, это специальная марка Института Вин Портвейны и Мадеры, которая дегустационная комиссия подтверждает, что стилистика этого вина соответствует вину портвейну Тони 10-летней выдержки или 20-летней выдержки. Это, конечно, уже такие серьезные напитки, которые пьют сами по себе, великолепные диджестивы с орешками, с крекерами, с несладким печеньем. Великолепный вариант для такого прекрасной трапезы. Если кто-то кует сигару, то под сигару великолепный вариант. И пробуйте. Я. Спасибо. 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 Спасибо.